Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Сегодня мы отойдем от темы обзоров товаров из Китая и проверим, на что способны оригинальные зарядники различных брендов, которые мы получаем в комплекте с новенькими гаджетами. Вообще, мне давно хотелось посмотреть, какие показатели выдают комплектные оригинальные зарядники, но последней каплей, заставившей меня выполнить квест под названием «Обойди знакомых и собери коллекцию зарядников», стал обзор на дешевые китайские Power Delivery Quick Charge зарядники. В комментах под ним и в личку меня завалили просьбами проверить комплектные зарядники. В общем, квест пройден, зарядники собраны, давайте разбираться. В планах у меня изучить мощность каждого зарядника, проверить их нагрев при длительной работе и, конечно же, измерить пульсации напряжения с помощью осциллографа. Напомню, именно пульсации стали слабым местом в обзоре дешевых китайских зарядок. Сам обзор, если что, можно глянуть вот по этой ссылке, посмотреть там реально есть на что. Ну, а что касается этих комплектных зарядников, в народе бытует легенда об их исключительном качестве. По мнению многих пользователей, именно оригинальный зарядник подходит для зарядки гаджетов наилучшим образом, а самые суровые пользователи так и вовсе убеждены, что нельзя заряжать гаджеты ничем, кроме оригинальных зарядников. Дескать, купишь неоригинальное зарядное устройство, убьешь аккумулятор. В общем, посмотрим, что такого особенного в этих родных зарядниках и чем они принципиально отличаются от других зарядных устройств. Всего на обзоре сегодня 8 блоков питания от айфона, айпада, самсунга, сони, хуавея, редми и сяоми. Да, очевидно, тут представлены далеко не все бренды, но уж извините, даже их я еле нашел. Вокруг меня, как оказалось, все поголовно сидят на редмиках и хуавеях. Причем, также отмечу, в этой компашке нет ни одного быстрого зарядника. Производители до сих пор жадничают в этом плане и ко многим даже свежим смартфонам предлагают обычные зарядники. Несмотря на то, что сами смартфоны уже поддерживают быструю зарядку. Опять же, имеем то, что имеем, тестить будем то, что есть. И первыми замер мощности будут проходить вот эти 1-амперные зарядники Apple. Зарядники далеко не новые. Левый, как я понял, совсем древний, а правый с яблочком посвежее. Но оба 100% оригинальные. Я проверил это и по весу, и по середнику внутри разъема, и по остальным признакам. На данный момент купить такой оригинальный зарядник можно по цене в 1600 рублей. При такой немалой цене выдавать он должен 5 вольт 1 ампер. Проверяем. Для проверки, как обычно, используем тестер и нагрузочный модуль от компании RD. Подключаемся. И активируем нагрузку на 1 ампер. Отлично. С данной заявленной нагрузкой зарядник справляется без проблем. Мы получаем 5 вольт и ровно 1 ампер. Попробуем найти предельный максимум. И всего от этого зарядного устройства мы смогли получить примерно 1,1 ампера. Переходим ко второму заряднику. Также стартуем с 1 ампера. Никаких проблем нет. И повышаем нагрузку. Также примерно после 1,1 ампера зарядник отключается. Запас по мощности совсем небольшой. Далее проверяем 10-ваттный зарядник от iPad. Он также уже не молод и повидал всякое. Вот теперь даже на наших пытках побывает. И да, это опять же 100% оригинал. Проверял по всем признакам. Если сегодня вы захотите приобрести оригинальную замену такого зарядника, вам также придется раскошелиться на 1600 рублей. Это правда версия на 12 ватт. Видимо 10-ваттные уже не продаются. В общем от этого зарядника мы должны получить 5 вольт и 2 ампера. Проверяем. Активируем нагрузку. И видим ровно 5 вольт и 2 ампера. Никаких проблем. Заявка подтверждена. Попробуем найти предельный максимум. И здесь мы видим примерно аналогичный запас по мощности в 10%. Следующим проверим зарядное устройство от Samsung. Это также оригинальная модель EP-TA50, произведенная 3 года назад. Заявляется, что этот зарядник может выдать 5 вольт и 1,55 ампера. Как я понял, сейчас купить точно такое же зарядное устройство уже не выйдет. А ближайший аналог EP-TA20 обойдется аж в 1600 рублей. Опять же, цена не хилая, но в отличии от Apple, у TA20 уже будет быстрая зарядка. В общем повторюсь, от этого подопытного мы должны получить 5 вольт и 1,55 ампера. Активируем нагрузку. И без проблем получаем заявленное. Попробуем найти предельный максимум. По итогу, при стабильных 5 вольтах мы получаем 1,75 ампера. Запас по мощности не намного больше, чем у зарядников Apple. Далее протестируем зарядник от Huawei. Этот зарядник совсем новый, хозяйка его даже еще не распаковала. Он кстати, как я понял, все же поддерживает быструю зарядку повышенным током до 4,5 ампера. Оригинальную замену этому заряднику продают по цене от 700 рублей. Итак, подключаем зарядное устройство к розетке, а к нему подключаем USB тестер с нагрузкой. Сразу с 4 ампер стартовать я не буду, стартуем с 2 ампер. Как видим, напряжение слегка завышено, но при этом 2 ампера зарядник отдает легко. Идем дальше. А вот это интересно. Уже на 2,2 ампера зарядное устройство по какой-то причине отключилось. Хотя должно отдать, напомню, 4,5 ампера. И опять же та же история. Что ж, давайте попробуем подключить к этому заряднику его, так скажем, оригинальный телефон с оригинальным кабелем. Зарядка началась. И опять же зарядное устройство ведет себя достаточно странно. Сейчас напряжение снизилось до 4,5 вольт. Оно потихоньку растет и потихоньку растет ток. В итоге напряжение достигло 4,7 вольта. А ток не превышает 1,7 ампера. При этом телефон заряжен примерно на 70%. То есть сейчас должна идти активная зарядка. В общем, поведение зарядного устройства очень странное. Пока что запишем в его возможности 5 вольт и 2 ампера. Следующее черное зарядное устройство от смартфона Sony Xperia. Такой зарядник еще встречается на полках магазинов, где купить его можно по цене около 800 рублей. По характеристикам нам обещают 5 вольт и 1,5 ампера. Проверяем. Подключаем USB тестер. И активируем нагрузочный модуль. Видим следующее. Зарядное устройство без проблем выдает 1,5 ампера. Но при этом напряжение немного завышено. Напомню, по стандарту USB напряжение должно составлять 5 вольт плюс-минус 5%. В данном случае у нас превышение на 0,03. Не думаю, что это очень критично. Но все же на это стоит обратить внимание. Попробуем найти предельный максимум. И искать долго не пришлось. Зарядное устройство просто отказывается выдавать более 1,5 ампер. Далее на очереди зарядное устройство от Xiaomi. Один от смартфона Mi серии, а второй от моего Redmi. Оба совсем свежие. Мой так и вовсе сегодня впервые будет подключен к розетке. Найти оригинальную замену этих зарядников почти невозможно. Все, что я находил, к примеру, на Алиэкспресс – подделки. Возможности обеих моделей одинаковые. 5 вольт, 2 ампера. Проверяем. Итак, начинаем с зарядного устройства от смартфона Xiaomi Mi 9 Lite. Подключаем тестер. И активируем нагрузку на 2 ампера. Отлично, никаких проблем. 5 с небольшим вольт и ровно 2 ампера. Ищем предельный максимум. По итогу зарядное устройство выдало 2,16 ампера. Переходим к заряднику от Redmi. И мы сходу получаем 2 ампера. Но при этом, посмотрите на напряжение. Если у зарядника Sony было превышение всего на 0,03, то здесь превышение уже на 0,12 вольта. И ничего хорошего в этом нет. Знаю, есть немало людей, которые считают, что производители специально завышают выходное напряжение на зарядниках, чтобы скомпенсировать потери на проводах. Но запомните, стандарт USB уже учитывает все возможные потери. И ничего хорошего в таком высоком завышении нет. Ну и попробуем найти предельный максимум. Ну и запас здесь примерно такой же. Максимум, который мы можем получить, это 2,17 ампера. И на самом деле, результат достаточно странный. Оба этих зарядника произвела компания Xiaomi. Но у одного с напряжением все отлично, а у второго имеем дело с завышением. Даже не знаю, с чем это связывать. По итогу, если не брать во внимание неразбериху с зарядником от Huawei, все сегодняшние блоки питания прошли проверку мощности и подтвердили заявки производителя. Кстати, заметил одну интересную вещь. Все сегодняшние зарядники, за исключением Samsung, сделаны в Китае, включая блоки питания Apple. Поэтому забавно слышать, когда люди говорят, что все китайские зарядники непригодны для использования. Теперь проверим, как поведут себя эти зарядные устройства при относительно длительной работе. Сейчас я нагружу каждый зарядник в соответствии с заявками производителя и дам им поработать минут 10. Уверен, все эти зарядники отработают штатно, но меня больше интересует нагрев. Посмотрим, насколько нагреются корпуса зарядников. По итогу, как я и думал, проверка прошла штатно. Зарядник от iPhone нагрелся до 49 градусов, от iPad до 47, зарядник от Samsung до 45, от Sony до 51, от Xiaomi до 46, от Redmi до 43 и от Huawei до 37 градусов. Ну и наконец, переходим к главному тесту. С помощью вот этого маленького портативного осциллографа измерим пульсации зарядных устройств. Вообще, признаюсь, что миф о неоригинальных зарядниках, убивающих смартфоны и планшеты, возник не на пустом месте. Но, естественно, дело тут не в том, что родные зарядники какие-то особенные, пока я напротив вижу, что они абсолютно заурядные, а в том, какие неоригинальные зарядники покупают люди. Но об этом чуть позже, давайте все же для начала измерим пульсации оригинальных зарядников. Замеры начинаем с зарядного устройства от iPhone, режим 5 вольт, 1 ампер. Пульсации в таком режиме составляют 44 милливольта, то есть менее 1%, что является хорошим результатом. Теперь проверим 2-амперный зарядник от iPad, режим 5 вольт, 2 ампера. Пульсации 63 милливольта, что с учетом приличного возраста этого зарядника, хороший результат. Теперь протестируем зарядное устройство от Samsung, режим 5 вольт и 1,55 ампера. Пульсации в таком режиме 94 милливольта, то есть около 2%, что является нормальным результатом. Переходим к зарядному устройству от Sony, режим 5 вольт, 1,5 ампера. В таком режиме пульсации составляют 68 милливольт, что чуть больше 1% и соответственно считается хорошим результатом. Теперь проверяем зарядное устройство от Huawei. Максимальный режим, который мне удалось выставить 5 вольт, 2,1 ампер. И только посмотрите, пульсации этого зарядника в таком режиме всего 8 милливольт. Это просто отличный результат. Жаль, что с мощностью вышла какая-то неразбериха. Следующим протестируем зарядное устройство от Xiaomi, режим 5 вольт, 2 ампера. Пульсации в таком режиме 129 милливольт, то есть приближаются к 3%. Не знаю, как вы, а я бы уже призадумался, стоит ли заряжать свои гаджеты таким зарядником. Ну и наконец, последнее зарядное устройство от смартфона Redmi. Режим 5 вольт, 2 ампера. И в отличии от предыдущего зарядника, этот пульсирует всего лишь на 48 милливольт, то есть менее 1%. Удивительно, насколько сильно отличаются результаты зарядников от одного и того же бренда. По итогу, все зарядники, кроме Xiaomi, показали либо низкие, либо приемлемые пульсации. А Xiaomi заставил призадуматься о безгрешности комплектных адаптеров. Теперь вернемся к теме опасности неоригинальных зарядных устройств. Предположим, у вас потерялся или испортился оригинальный зарядник. И недолго думая, вы идете в ближайший магазин, где вам выкладывают на прилавок оригинальный зарядник и объявляют цену в 1500 рублей. Естественно, 90% людей, а может и больше, покрутят пальцем виска, либо пойдут искать замену на Али, или попросят аналог прямо в магазине. По итогу, человек покупает что-то вроде этого. Зарядник за 3-5 баксов, со сносным внешним видом, приличной мощностью, а возможно еще и быстрой зарядкой и несколькими портами. Причем, мощность зарядника вполне может быть честной, как и поддержка быстрой зарядки. Но часто в комплекте вы также получаете очень высокие пульсации напряжения. К примеру, вот эти два зарядника я как раз таки сохранил как пример зарядника убийцы. Их пульсации превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Короткий экскурс. Все подобные зарядники построены по принципу импульсного преобразователя напряжения с 220 вольт до нужного. И уже в названии заложено слово импульсный. И по сути, хороший зарядник от зарядника убийцы, отличается только тем, что эти рабочие импульсы впоследствии сглаживаются, перед тем как выдать их наружу. Ну а плохой зарядник не парится. Все равно оцеллограф есть далеко не у всех, а без него измерить пульсации не получится. Так вот, именно высокие пульсации напряжения могут в лучшем случае приводить к некорректной работе гаджета во время зарядки, а в худшем, если в самом гаджете не позаботились о сглаживании входного напряжения, приводить к ускоренной деградации электронных компонентов со всеми вытекающими. К примеру, керамические конденсаторы, которых полно внутри любого современного устройства, очень не любят высоко пульсирующее напряжение, и при питании от некачественного источника ускоренно деградируют. Естественно, есть удачные модели гаджетов, которые могут годами переваривать некачественное питание. А вот, к примеру, нежные айфоны мрут от левых зарядников очень часто. У них просто выходит из строя контроллер зарядки. Отсюда и растут ноги крайностей, при которой одни говорят, что пульсации – это чуть ли не миф, и заряжать можно чем угодно. А вторые пылинки сдувают с оригинальных зарядников, и даже помыслить не могут, чтобы использовать сторонние зарядные устройства. А по факту мы видим, что оригинальные зарядные устройства – это просто хорошие зарядники с честной мощностью и, как правило, низкими пульсациями напряжения. Ничего особенного в них нет, они выдают совершенно обычный ток и обычное напряжение. Естественно, их вполне можно заменить другим качественным зарядным устройством. Просто не нужно пытаться заменить оригинальный зарядник за 20 баксов зарядником за 3 доллара от бренда Однодневки. Естественно, оригинальные аксессуары имеют завышенную цену и требуют переплаты за бренд, но покупать что-то дешевле в 10 раз и ожидать того же качества точно не стоит. При этом, естественно, на том же Алиэкспресс полно достойных недорогих зарядных устройств от надежных производителей, к примеру, Блицвольф, Югрин, Орико, Трансмарт или Базеус, которые ничем не уступают, а часто даже превосходят родные зарядные устройства по мощности, функционалу или тем же пульсациям. Такие не раз бывали у нас на обзоре, просто не стоит подходить к вопросу выбора зарядного устройства халатно. Впрочем, за зрителей нашего канала я спокоен, от наших тестов никакие слабости зарядных устройств не ускользнут, и тут вы всегда найдете достойную замену комплектному заряднику. В общем, чем и как заряжать свои гаджеты, вы, конечно, решайте сами. Своим обзором я просто попытался ответить на вопросы многих зрителей нашего канала. Надеюсь, мне это удалось. В описании я оставлю ссылки на несколько качественных проверенных зарядников с Алиэкспресс от надежных производителей. От них без проблем можно заряжать любые современные смартфоны от айфона до самсунга, и они совершенно точно не уступают по характеристикам и надежности оригиналам. А на этом все. Спасибо, что смотрели, и спасибо за любую позитивную активность под этим видео. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее. Китай в помощь и берите от жизни лучшее.